Привет, друзья! Меня зовут Толя Дангешон. Добро пожаловать на мой канал. Я вам очень рада. Я рассказываю о том, как можно трансформировать себя и свою жизнь, если что-то в ней не устраивает. И всё основано на моём опыте. Может быть, что-то из этого вам пригодится. Тема сегодняшнего видео – это техника микромужества. Есть такая сказка «Волшебник изумрудного города», и в нём есть такие персонажи, как Дровосекс, Рашила и Лев. Вот если выбирать из этих персонажей, я была бы львом, который шёл бы за смелостью. Я знаю, что многим людям так не кажется, особенно те, которые знают меня с детства, но поверьте мне, у меня очень много трусости. И было, и есть сейчас. Но я выработала свой метод, как с ней работать. Страх может вообще парализовать жизнь и заблокировать самореализацию, творчество, способность быть собой, способность быть откровенным в отношениях, способность к близости. Всё, что угодно, может искорвать страх. И из страха очень часто резкий путь, он либо не получается, либо сопряжён с какими-то проблемами, либо вообще невозможен. Либо возможен, но очень травматичен для самого человека. Поэтому многие вещи я делаю просто постепенно. Например, у меня был страх к видео. Я в какой-то момент в осознанность пришла и решила его преодолеть. И я сначала выкладывала там какие-нибудь 15-секундные видео в Инстаграм. Я себя приучала, приучала. И вот теперь я вообще веду блог. И смелость нужна в том, чтобы, например, отстоять себя. Как отстоять себя, если нет навыка? Очень часто люди начинают срываться и чувствуют потом неловко себя. И кажется, что лучше бы и не начинала. Лучше бы всё осталось по-прежнему. Нужно постепенно овладевать навыками. Шаг за шагом говорить какое-то «нет». Терпеть какое-то количество, может быть, неудобств. Или смотреть, что получится. Объяснять себе, что ну да, ну вот так. Все имеют право на ошибки и право отстаивать своё мнение. Иногда это коряво получается, иногда не очень коряво. Главное в этот момент не сворачивать с дороги. И по миллиметру, по миллиметру возвращать себе себя, свою территорию. Начинать делать то, что ты хочешь. И развиваться. Многие люди, например, не могут найти себя. Они думают, что это где-то вот какой-то волшебный ключ. Вот где-то они куда-то придут и им что-то дадут. На самом деле, конечно, снаружи ничего не дадут. Всё есть внутри себя. Как найти своё призвание? Многие люди мучаются. Почему? Почему они считают, что их в один день должна какая-то идея посетить? Может быть. Я не знаю. Но из того, что я вижу, чаще всего это не происходит. А для того, чтобы найти себя и своё призвание. Призвание – это что-то внутри, что тебя зовёт. Для того, чтобы его услышать, нужно какое-то время хотя бы побыть смелым. Вот микросмелым, микросмелым. Не то, что там бить себя в грудь. На образуру куда-то бежать. Ничем хорошим это не закончится. Особенно, если никого опыта нет. Мозг нужно включать тоже немножко. И поэтому техника микромужества – маленькие, маленькие, маленькие шаги в том направлении, куда вы хотите прийти. И самый прикол в том, что вот как только начинаешь вот эту технику микромужества практиковать, всё начинает выстраиваться в стройную какую-то линию. Какие-то проблемы решаются, которые, казалось бы, блин, где найти на них ответ? Вот просто вот в технике микромужества и в том, чтобы человек немножко смелее действовал в каких-то вот таких вот обстоятельствах. Микромужество быть собой. Микромужество защитить себя. Микромужество вступиться за кого-то другого. Микромужество подумать смелую мысль. Микромужество отстоять своё мнение внутри себя хотя бы, когда с тобой никто не согласен. Вот какие-то вот такие вещи микромужества, они помогают жить, творить и так далее. Страх, он всегда будет присутствовать в нашей жизни, всегда. Но, как сказала одна американская писательница Гленнан Дойл, не надо позволять ему рулить машиной, автомобилем. Пересадить его на заднее сидение, чтобы вы были главной хозяйкой своей жизни. А страх где-то был как бы позади. Я сниму отдельное видео про страх и тревожность. Если вам будет интересно, ставьте лайки мне, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал, следите за выходом новых видео. И начните меняться сегодня, сейчас. Подписывайтесь на мой инстаграм, оляденкишон. Оставлю в комментах ссылку. Будьте счастливы! Подписывайтесь на мой инстаграм. Продолжение следует...